В принципе, в России вот это издубленное пугало, то есть там до смешного доходило, уже когда были президентские выборы, и у кандидата от правого сектора там было меньше 1%, в России в новостях показывали сводки, согласно которым он выигрывает выборы и имеет больше 30%. Что конечно же абсолютный бред, но все желающие могут найти этот видеоролик в интернете на ютубе. И dazu muss man wirklich auch noch die wichtige Fußnote machen, dass der rechte Sektor etwas ist, was in Russland unglaublich aufgeblasен wird. Jetzt bei den Прäsidentschaftswahlen hatte der Kandidат des rechten Sektors, Pi mal Daumen, 1%, и в русских сообщениях это было представлено, как бы он более 30 лет назад, эти Прäsidentschaftswahlen был найден. И что касается именно анархистов, то нам очень не повезло, потому что российские журналисты, в принципе не только российские, и выбиватели в целом, очень часто путают анархи-синдикалисты в флаге, черно-красная диагональ и флаги украинских националистов, тоже черно-красные, но горизонтальные. И поэтому они очень любят показывать какие-то анархистские акции в Москве, к примеру, там или в Крыму, и говорить, что вот это украинские националисты, это правый сектор, вот посмотрите на цвета их флаг. Да. Да, ну и мы сейчас организуем кампанию в поддержку Александра Колченко и в том числе были бы очень полезные и важные акции за рубежом, в Германии и у российского посольства. Поэтому я думаю, что Акции для Александра Колченко будут организованы в Москве, и это важно, чтобы поддержку акции в России также происходят. Продолжение следует... 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 в речке. И для студентов, это были очень редко несколько. В Деземне была акция для студентов, и потом они были еще важны. Но в общем, в общем, в Майдане было 35% и вверх.